Теперь торговля акциями на дубайской бирже доступна с MetaTrader 5. Московская биржа предложит валютный внебиржевый своп и форвард, а КРУ и ФР продолжат принимать претензии к брокерам не в составе независимого партнерства. Подробнее в сегодняшнем выпуске новостей с Forex Industries. Здравствуйте! Компания MetaQuotes сообщила недавно о том, что трейдеры, которые работают на дубайской бирже товаров и золота через платформу MetaTrader 5, теперь смогут торговать фьючерсами на отдельные акции пяти американских и десяти индийских голубых фишек, среди которых Apple, Microsoft, Facebook, Tata Motors и State Bank of India, что и позволит им расширить свой инвестиционный портфель и снизить риски. Данное предложение стало возможным после того, как дубайская биржа запустила новый финансовый продукт фьючерсные контракты на отдельные акции и сейчас предлагает трейдерам фьючерсы на акции 15 компаний. Однако к концу года их количество может вырасти до 100. Напомним, что свою экспансию в Дубае разработчик MetaQuotes начал еще в августе прошлого года, после того, как один из крупных брокеров арабского мира, компания Manacorp, первая официально запустила платформу MetaTrader 5 на бирже DJCX. Крупнейшая российская торговая площадка Московская биржа сообщила о том, что расширяет возможности клиринга внебиржевых деривативов. С начала этой недельной торговой сессии участники рынка стратегизированных производных финансовых инструментов Московской биржи смогут заключать новые типы внебиржевых сделок с центральным контрагентом – валютный своп и валютный форвард. До сих пор были доступны только внебиржевые сделки с центральным контрагентом – процентный своп, а также биржевые сделки с центральным контрагентом – валютный и процентный, и валютно-процентный свопы, и валютный фьючерс. Между тем, инструменты рынка позволят участникам минимизировать кредитные риски. Стороной по сделке выступает центральный контрагент, функцией которого выполняет Банк национальный клининговый центр, который имеет статус квалифицированного центрального контрагента. Небиржевые сделки с центральным контрагентом имеют ряд особенностей, в том числе ежедневную переоценку по рынку с уплатой депозитной, а не вариационной маржи, а также начисление процентов на накопленную депозитную маржу поставки рюниона, если депозитная маржа в российских рублях, и FED funds, если депозитная маржа в долларах США. Независимое партнерство Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков, известная широкой российской аудитории трейдеров как РОФР, составила статистический отчет по рассмотрению претензий собственной арбитражной комиссии в течение января текущего года. Всего за отчетный период в комиссию поступило 25 претензий от трейдеров к своим брокерам. Таким образом, в независимом партнерстве отметили некоторое снижение числа жалоб по сравнению с предыдущими месяцами. Из поступивших претензий 8 относятся к участникам НП, 4 из которых были адресованы брокеру Телетрейд, но почти все были отменены. Как обычно, совсем другая ситуация с претензиями, поступившими в адрес других брокеров. Причиной обращения почти во всех случаях стали проблемы с платежами. Согласно уставу независимого партнерства, такие заявления не выносятся на рассмотрение и голосование арбитражной комиссии. Однако, чтобы предупредить всех трейдеров о том, с какими брокерами следует быть особенно осторожными, Кроя Фер опубликовал список компаний у клиентов, в которых возникли данные сложности в январе. На этом наш выпуск подходит к концу. У нашей команды для вас еще много интересного. Оставайтесь на Dukascope TV. Всего доброго!